Здравствуйте! Это новости на телеканале Карибу. Меня зовут Иван Гусаков. Для начала коротко о главных темах. Колымская осень испытывает на прочность автомобилей неподготовленных водителей. На перекрестке Гагарина и Кутская могут добавить новые направления. Стрелки а-ля 90-е, мутные схемы автотранспортной империи и дележка рынка. Подробности далее. Надежность энергосбережения и перспективные проекты Магаданской области обсудили в региональном правительстве. Эти темы затронули на совещании губернатора с генеральным директором Русгидро. Магадан с рабочим визитом посетил генеральный директор Русгидро Виктор Хмарин. Вместе с губернатором Магаданской области он обсудил основные вопросы энергоснабжения региона. Мы прекрасно понимаем, что без развития энергетики развитие Магаданской области невозможно в силу ее специфики. А вот какие пути наиболее оптимальные, эффективные с экономической точки зрения, с учетом особенностей территории, нам еще необходимо, я думаю, совместной работой, совместными объединениями усилиями, еще необходимо выработать. Магаданская область это один из особенных регионов присутствие Русгидро на Дальнем Востоке. Наверное, более суровый климат, чем у вас, редко где можно встретить. На сегодняшний момент Русгидро крупнейшая с большим отрывом энергетическая генерирующая компания Российской Федерации. Мы работаем в самых суровых условиях, не боимся. И весь Дальний Восток у нас в управлении. В эту поездку удалось достаточно активно поработать с коллегами с энергетиками, удалось побывать на ключевых энергообъектах региона. Это на Магаданской ТЭЦ, на подстанции центральной. Привели совещание по подготовке к УЗП. На совещании были затронуты не только сугубо энергетические вопросы, но и стратегическое планирование, а также экологическая повестка. Итоги рабочей встречи подвели после. В целом, я считаю, что визит уже был очень конструктивный. Я хочу отметить настрой всех команд, наших команд, в том числе, на очень позитивную конструктивную работу. Совместная работа, не то, что возможно, она может дать очень хороший результат. Поэтому мы готовы сотрудничать, надеемся на эффективное сотрудничество. Особенно без энергетики мы перспективы развития Магаданской области не видим. Мы опираемся на коллектив Магадан Энерго. Мы плодотворно работаем с администрацией. Мы видим, как работают основные здесь потребители, как работают основные ГОКи, как работают те производства, на которых, собственно говоря, опирается регион. Любой регион – это жители, это бизнес, это производство. И, конечно, здесь энергетики сделают всё, чтобы следующим поколениям этот регион достался в лучшем состоянии, чем он был до нас. Анна Корнетова, Артём Булгару. Специально для Карибу. Глупость на дороге ведёт к ужасным последствиям. Водитель микроавтобуса проскочил на красный и перевернулся. В салоне находился ребёнок. Ребёнок и взрослый пострадали в ДТП с опрокидыванием автомобиля. По предварительной информации сотрудников госавтоинспекции, микроавтобус Toyota Highs Regius, двигаясь по транспортной, проехал перекрёсток на красный. Итогом безрассудного манёвра стало столкновение с Toyota Land Cruiser Prado, выезжающим с Карла Маркса. Водителя микроавтобуса и 9-летнего пассажира доставили в больницу. Шесть автомобильных аварий за первую неделю октября. Во многом причина дорожных происшествий кроется в отсутствии должной подготовки машин к холодам. Наш телеканал выяснил, как не пополнить эту статистику. Двое погибли, трое в больнице. Это итог жуткого ДТП, которое произошло 5 октября на Колымской трассе. Причиной лобового столкновения стала неправильно выбранная скорость. Чистая с виду дорога может быть обманчива и из-за низких температур покрывается слоем льда, что многие автолюбители игнорируют. Об этом рассказал руководитель управления транспорта и логистики Министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Антон Олейник. «В период у нас с 1 по 6 октября произошло 6 ДТП. В них 9 пострадавших. Один ребёнок пострадал и двое погибших. Из 6 ДТП 5 машин были на зимней резине, соответственно, одна была только на летней. Хочется обратиться к водителям, что у нас закончился летний период и начался осенний и зимний. Соответственно, сцепные свойства асфальта поменялись». Самым опасным временем суток для автомобилистов чиновник назвал промежуток с 7 до 10 утра. Когда ледовая корка не растаяла, и летние шины ведут себя непредсказуемо. Кроме сезонной переобувки, сотрудник регионального Минтранса напомнил о других мерах предосторожности. «Также хочется обратиться к водителям, чтобы они пристёгивались обязательно сами и использовали детские удерживающие устройства. Дети в машине должны быть обязательно пристёгнуты, потому что по статистике у нас пострадавшие в ДТП травмы получают именно из-за того, что они не были пристёгнуты. В момент переворачивания автомобиля всё летит по машине, соответственно, и водители тоже из-за этого получают больше всего травм». Говоря об аварийных ситуациях на дороге, нельзя исключать и человеческую глупость, когда осознанное нарушение правил дорожного движения влечёт за собой печальные последствия. Выявляют таких водителей не только видеокамеры и патрулирующие сотрудники ГИБДД, но и беспилотники. «На прошлой неделе буквально за 20 минут у нас два случая. Мы совместно с ГИБДД оформили. Пока ожидали сотрудников на место, мы сами с пилотом зафиксировали порядком 16 нарушений просто выезда на встречную полосу. И опять же хочется обратиться к водителям, что выезд на встречную полосу влечёт за собой большие последствия». Для колымских водителей осень – лишь формальное время года, когда навыки вождения решают меньше, чем заблаговременно подготовленный к холодам автомобиль. Иван Гусаков, Олег Дудник, Артём Булгару. Специально для Карибу. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения «Магадана» рассматривает вопрос об изменении движения на перекрёстке улиц Гагарина и Якутская. Обсуждается внедрение левого поворота. Вопрос об изменении направлений движения на перекрёстке улиц Гагарина и Якутская рассмотрит профильная комиссия. Сейчас при движении по улице Гагарина в направлении от телевышки поворот налево запрещен. В соцсетях вопрос, можно ли его разрешить, вызвал бурное обсуждение, ведь некоторые водители, пренебрегая правилами, поворачивают, куда им вздумается. Народную инициативу подхватил мэр «Магадана» Юрий Гришан. Он провёл опрос в своём телеграм-канале. Мнения разделились, но с небольшим перевесом магаданцы выбрали вариант оставить всё без изменений, руководствуясь тем, что с непривычки водители будут путаться. С другой стороны, введение поворота налево существенно разгрузит автомобильные потоки. О том, как решается этот вопрос, рассказал старший инспектор по особым поручениям управления госавтоинспекции. «В рамках комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения мэрии города Магадана рассмотрен вопрос об изменении схемы организации дорожного движения на регулированном перекрёстке улиц Гагарина и Якутская в городе Магадане путём внедрения левого поворота на улицу Якутская с улицы Гагарина, а также организации движения в прямом направлении и поворотом направо с крайней правой полосы, если двигаться по улице Гагарина от улицы Парковая. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении, при этом параллельно осуществляется анализ общественного мнения в рамках изменения схемы организации движения на данном участке». Как заявил инспектор, решение комиссии будет озвучено в течение месяца, а пока штраф за поворот в неположенном месте составит от 1000 до 1500 рублей. Иван Гусаков, Илья Пачин. Специально для Карибу. О лихих 90-х снимают фильмы и издают книги. С позиции сегодняшнего дня та эпоха малиновых пиджаков и различных решал бесконечно далека, но иногда возникают истории, знакомясь с которыми возникает определенное дежавю. В одной такой истории, развивающейся в Магадане сейчас, разбирался Олег Дудник. «Некогда самое мощное автотранспортное предприятие по пассажирским перевозкам, застрелившегося после скандальной гусиной охоты на Чукотке Александра Крамаренко, сегодня находится на пороге краха. После смерти его основателя, собственником и руководителем АТП «Снежная» и АТП «Амсукчанская» стала Екатерина Никитская. АТП «Снежная», оставшись без руководства Александра Крамаренко, быстро пришло к достижению, о котором нам рассказали в антимонопольной службе. В конце декабря 2023 года между АТП «Снежная» и заказчиком Министерством дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области был заключен государственный контракт. Два государственных контракта на перевозку пассажиров и багажа до Мяунджи и до Армани, ну, соответственно, из города Магадана до туда и обратно. Соответственно, предприятие начало оказывать данные услуги, но 12 февраля 2024 года уведомило заказчиков о том, что прекращает оказывать данные услуги. Таким образом, заказчик в разгар зимы остался без перевозчика. Это помимо того, что не удовлетворена сама по себе государственная нужда, это определенная социальная напряженность. Соответственно, пострадали прежде всего жители области. У контрагента, да, у ТП «Снежная», в общем-то, не было объективных причин для приостановки оказания этих услуг и те экономические проблемы, на которые они ссылались во время заседания комиссии, они не являются достаточным основанием, уважительным поводом для неисполнения принятых на себя обязательств. Оценив все обстоятельства в совокупности, комиссия пришла к однозначному решению о включении в реестр недобросовестных поставщиков самого предприятия, соответственно, единственного учредителя и генерального директора данного общества. Реестр недобросовестных поставщиков – это мощный инструмент отсечения от возможности получать государственные контракты представителей бизнеса, нарушающих закон. Но в случае с ТП «Снежным» история еще запутаннее. В конце декабря 2023 года у него вдруг меняется собственник и директор. Вероятно, таким образом Никитская подстраховалась на случай возможных санкций, выведя себя из зоны риска. Если это так, то, возможно, отказ от исполнения госконтракта был запланирован? Интересно и то, что на разбирательстве в Уфа с интересы от ТП «Снежная» представлял не новый директор, а все та же Никитская. Ну ты сейчас говори, что не так. Дорогие мои, что ты начинаешь давить на яйца? Ты мои яйца не видел? Я не могу в лицо сказать, что ты баба. Здравствуйте! Здравствуйте! Наверное, у нас заочно знакомы. Я супруга Александра Ильича Проваренко. Это мой сын. Вы, наверное, в Крусе наших всех дел. Знаете, что мы автобусный парк. Ну, министр сказал, что там вам предложил повозить палатку нашу, да? А вы ни да, ни нет не сказали. Пока не знаем. Ну, смотрите, он же вам не просто так предложил, правильно? Да. Если бы выгодно было бы, мы бы сами возили, правильно? Получается, что у нас сейчас маршрут в одном направлении, и вам предлагают все то же самое в другом возить. Вы же понимаете, что вы будете возить и мы будем возить, что вы будете возить бесплатно, что мы даже в убыток. Мы сейчас в убыток там на самом деле работаем, ну, точно так же. Как бы вам предлагаем в эту тему не лезть, потому что мы там с ними сами разговариваем. У нас есть определенные договоренности с ними, поэтому они уже года два, там возим уже лет 15 эти все дела. Туда как бы не лезть. У нас есть определенные с ними договоренности, они их не выполняют. Поэтому такой сырбор и получился. Если бы было бы выгодно, мы же эту тему не поднимали, правильно? Ну, пока никто не лезет. Не, ну, он-то нам вчера, у вас было совещание с нами, и он сказал, что он вам предложил. А вы ни да, ни нет не ответили. Поэтому, как бы, ну, вы же все в городе живем в одном. Сегодня министр, он там ровно в год, он есть, завтра его не будет, а нам здесь в городе всем оставаться. У вас все равно вопрос, наверное, выгоднее идти с этими спринтерами. Ну, согласитесь, я думаю. Но они не только по трассе, кто здесь, в Магадан-Алопорту. Не, ну, как бы, мы в вашу тему не лезем. Ну, и вы, как бы, наш. У нас своя история, у вас своя. Вы же, если просто полезете туда, ну, нам тогда придется, как бы, какие-то меры принимать. Ну, тогда будем на уровне, сами понимаете. Ссориться будем. В любом, в любом предприятии, как у нас с вами, можно всегда найти то, что не выполняется. Ну, сами знаете, транспортная безопасность, ее сейчас в городе, как юрист, никто не смотрит из перевозчиков, потому что она, ее невозможно. У вас жилет аттестованных. Почему? Ну, должны быть все водители аттестованные. Все. И руководитель, и все остальные. Их нет. Ну, я просто узнаю. У нас информация есть. Нет. Зачем оно вам надо с вами ссориться? Вы, как бы, своя тема. У вас своя. Мы вам предлагаем, как бы, идти параллельно. Мы с вами хотим так же, чтобы у нас был Альянс. Мы, как бы, к вам не лезем. У вас-то там сколько? Там пять, шесть, семь, ну, десять автобусов. Да. У нас около пятидесяти. Нет. Нет. Ну, то есть, мы, как бы, предлагаем решить. Потому что мы можем таких же маленьких автобусов купить. Нам это труда не составит. Но мы не хотим именно ни с кем ссориться. На добровольные, так, такой же Альянс будет. Да и все. Массы с такими же, как вы, многие, там, кто работает, и горячих, и все остальные у Альянс, это наш знакомый, дядя мой. Поэтому, как бы, мы к ним не лезем. Ваши, хотя мы сейчас можем тоже залить на ваши договора. А Маск, мы же знаем, кто, кого вы возите. И Колымазаров, Спроф, и все остальные. Мы сейчас просто залезем. Сейчас Колымазаров, Спроф я отказался. Ну, остальные сейчас это не составит там труда этим заняться. Поэтому Маск вам предложение деловое, в смысле, чтобы вы занимались своим делом, а мы будем заниматься своим делом. Интернет-газета «Говорит Магадан» на днях опубликовала материал о новом разбирательстве в Магаданском антимонопольном управлении. Теперь уже по второй кампании – АТПМ «Сукчанская». Ее возглавляет Екатерина Никитская, она же единоличный собственник. Из документов следует, что она инициатор сговора перевозчиков с целью разделить 75 миллионов государственных рублей между тремя участниками рынка по максимальной цене. В связи с этим фактом аудиозапись стрелки а-ля 90-е не выглядит выбивающейся из общей истории. Олег Дудник, Илья Пачин, специально для Карибу. С какими проблемами могут столкнуться молодые специалисты при устройстве на работу? Какие у них ожидания от вакансий? И чего хотят от соискателей-работодателей? Ответы на эти вопросы искали в ходе дизайн-сессии, которую провели в Северо-Восточном государственном университете. Подробнее расскажет Анна Карнетова. В Северо-Восточном государственном университете во вторник провели дизайн-сессию. Она прошла в формате дискуссии. Участниками выступили студенты старших курсов, как будущие работники и сотрудники IT-компании и преподаватели университета, как потенциальные работодатели. Организатор мероприятия – компания «1С Форус», официальный дистрибьютор фирмы «1С» и других производителей программного обеспечения и торгового оборудования на территории Сибири и Дальнего Востока. Задача у дизайн-сессии такая. То есть мы здесь хотим показать о том, что на самом деле в крае дома, в области у себя можно найти замечательную, прекрасную работу, что можно реализовать в себя. Профессиональный, карьерный рост, зарплата – все есть. И для этого не нужно уезжать далеко, мигрировать дома, на родине тоже хорошо. Всем участникам, как соискателям, так и работодателям было задано несколько вопросов. Уважаемые молодые специалисты, будущие коллеги, какие у вас ожидания от будущего трудоустройства? Уважаемые работодатели, какие у вас ожидания от молодых специалистов? Время пошло. Несколько минут на обсуждение, и каждая команда дает свой ответ. Условия труда. Условия труда. Мы выбрали хороший коллектив. Хороший коллектив. Отлично. У работодателя оказались другие ожидания. Кто окружает? Мы определились со стабильностью. Стабильность. Также группам задали и другие вопросы. На что вы обратите внимание на собеседование? Что вас заставит отказаться от вакансии? И почему компания должна взять именно вас? В качестве независимых экспертов, предлагающих трудоустройство, выступили преподаватели. Они рассказали, что важно для них, как для работодателей. Реализация своих профессиональных компетенций и труд молодого специалиста во благо предприятия и фирмы и так далее. Хорошо. При опросе студентов выяснилось, что основной критерий, которому они будут уделять внимание при устройстве на работу – заработная плата. Теперь посмотрим на мнение работодателей, организаций. Нигде у них в этих критериях не прозвучала заработная плата. Участникам предложили придумать, как тому, кто ищет работу и тому, кто ее предлагает, найти точки соприкосновения. Как решить эту проблему, что молодой сотрудник имеет розовые очки, а приходя на работу, он как бы понимает, что жизнь жестока? И то же самое должны озвучить наши работодатели. Как, папа, что, по вашему мнению, решит разрубить вот этот узел, и, так скажем, молодые специалисты должны прийти к вам работать? Первым делом я бы просто сделал подробное описание рабочего процесса. То есть, чтобы ожидания совпадали с действительностью, надо просто, чтобы ты все узнал, а не только график, зарплату и обязанности. И еще можно, получается, для решения проблемы вести пробный период оплачиваемый. То есть, ты устраиваешься, допустим, там, не знаю, испытательный срок. Вы нам ставили кейс относительно того, что надо развалить конкретные зарплаты, что мне ни разу не сказали про зарплату. Я скажу, причем скажу достаточно жестко. Значит, вы будете получать ту зарплату, которую вы заработаете. И вы будете сидеть на таком стуле, на котором вы заработаете. То есть, вы приходите в компанию, которая будет расти не только вместе с вами, но она будет расти вашими усилиями, вашими стараниями и вашими результатами вашей коммерческой деятельности. И какие бы вы ни были, там, хорошие, с короной, без короны, как угодно, основным результатом вашей деятельности будет коммерческий результат. То есть сколько денег вы принесете компании, столько денег вы получите, кто-то много раз говорил о слове «справедливость», столько денег вы получите, и в таком стуле вы будете сидеть. Один мой знакомый говорит, я хочу получать 200 тысяч, но тогда ты должен принести прибыль моему предприятию в 500 тысяч, тогда ты получишь эти 200 тысяч. Вот все, вот вся математика. Обсудили на сессии не только заработную плату и условия работы, но и ее место. Работая дома в своих компаниях, вы будете, как сказать, как вот Вячеслав сказал, мы разговаривали, что или там где-то в больших регионах среди огромного количества найти себя и проявить гораздо сложнее, чем у себя в небольшом городке, когда конкуренция не такая большая, и вы можете себя проявить, и можете зарабатывать и быть успешными. Анна Корнетова, Артем Бульгаро, специально для Карибу. Зима уже близко. Подготовиться к ней колымчанам поможет норвежская выставка. Норвежские, аляские, финские буховики, кожаные итальянские куртки, греческие дубленки, шубы из скандинавской норки. Норвежская выставка предлагает колымчанам и гостям города большой выбор верхней одежды от европейских брендов на любой вкус. Хоть куртка для осени, хоть шуба для зимы. На экспозиции можно найти все. Многие европейские бренды покинули российский рынок. Компании ушли, а товарный остаток остался. Утилизировать нет смысла, хранить очень дорого. Компания Orso Group воспользовалась данной ситуацией, выкупила весь товарный остаток по себестоимости, и теперь на норвежской выставке колымчане могут приобрести верхнюю одежду в два, а то и в три раза доступнее, чем в магазинах. Но есть один минус. Если вы не успеете за своим размером сегодня, завтра его уже может не быть. Богатые на разнообразие ассортимент выставки уже успели оценить сотни магаданцев. Одна из них, довольная и счастливая, Лариса Кравцова. Эта выставка продажа за эти мои более чем полувека самая богатая, я бы сказала. Я приобрела очень милую шубку, будем говорить, альпаку. Очень рада, она легкая, теплая. Ну и вообще довольна. Молодцы ребята. Большая часть посетителей, сделав покупки однажды, возвращаются за новыми. Говорят, что таким образом выбирают качество, практичность и комфорт. Сюда походим уже в этот магазин не первый раз, как ребята приезжают. Постоянно приходим, выбираем, то есть не первый раз покупки совершаем. Здесь в дальнейшем, поскольку мы как-то пришли, ребята узнали, что у нас пополнение. Третьего ребенка разделили. Буквально вчера ему было 4 месяца. Да, ребята сделали нам такую скидку, ну вот в 50%, поскольку, ну вот, как постоянные покупатели. По выбору у ребят всегда большой ассортимент, все прекрасно. Качество товара на 100% заявлено, то есть максимально зимы настолько проходят комфортно. Не надо там одеваться в 100 тысяч одежды. Ну то есть вполне достаточно одной куртки, которая выдерживает все любые наши погоды. И снег, и слякоть, и максимально хорошо все. Норвежская выставка – это отличное решение для приближающихся холодов. Модели, представленные здесь, выдерживают самые крепкие морозы и штормовые ветра. Не боятся ни снега, ни дождя. Просты в уходе, а многие из них можно стирать в машинке. Большой выбор фасонов, расцветок и размеров позволит выбрать что-нибудь для себя любому посетителю. Отметим, норвежская выставка проходит в торговом центре «Море Мол» на втором этаже. Работать она будет с 9 по 14 октября включительно с 10 утра до 8 вечера. Далее о погоде. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этом у меня все. Оставайтесь в курсе событий. Скоро будут новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова